Галина вместе с подругой не пропускает ни единого концерта под открытым небом. С начала июня в Самаре на площадке у Дома офицеров играют духовые оркестры. Вот мы в свою молодость, когда оркестр все время в струкачах играл, уже все знали, там народу было много всегда. А сейчас, когда вот стала перестройка, людей отлучили от музыки, отлучили. И они теперь уже отвыкли, все сидят и просто равнодушно так слушают и все. А мы раньше даже усидеть не могли, не то что там духовой оркестр играет, мы уже все, у нас танцы во всю катушку. На этот раз для самарцев и гостей областной столицы выступала оркестр бригады специального назначения. Впервые военный оркестр выступил перед самарцами и гостями областного центра три года назад. Духовая музыка понравилась горожанам и концерты стали традиционными. Идеей проекта «Летние вечера духовой музыки» принадлежит начальнику Дома офицеров Александру Назаренко и координатору проекта Вячеславу Ворошилову. Дошла очередь до оркестра специального назначения. А там, где они служат, независимо, музыканты, водитель, разведчик или стрелок, ты обязан прыгать с парашютом. Ну, конечно, это небольшая ирония, что они играют на инструментах во время прыжка. Было придумано, скажем так, нашей командой творчески так подошли к объявлению. Но ребята на самом деле совершают прыжки. С каждой минутой зрителей становилось все больше. Прохожие забывали о своих делах и просто оставались послушать музыку. Я пришла, и мне очень понравилось. Я теперь каждое, вот, все лето буду теперь ходить. Я люблю ходить и на духовой оркестр Когана все время, то в Струковский сад, то это. И здесь, конечно, замечательный оркестр. Традиции выступлений военных оркестров под открытым небом в Самаре существуют давно. В областном центре выступали дирижер Илья Шатров, Семен Чернецкий, который дирижировал военным парадом 7 ноября 1941 года. Военные оркестры будут выступать до конца лета по вторым и четвертым пятницам месяца. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.